В Ленинградской области зоологам пришлось стать няньками. В одном из поселков появился медвежий детский сад. В группе уже 4 воспитанника, все они подкидыши, причем абсолютно здоровые, чего спает только их аппетит. Но чего в дикой природе животным не нашлось места и как сложится дальнейшая судьба медвежат, об этом Максим Розаев. Этому подкидышу уже полтора месяца, но весит он меньше новорожденного ребенка, всего-то 2,5 килограмма. А сиротевший медвежонок на днях попал в приют, слабым и истощенным. Теперь догоняет остальных. Детской молочной смеси ест в два раза больше младенца. К тому же в приюте он обрел опытную маму в лице Виктора Сенина. Специалист по уходу за дикими животными этой зимой растит сразу 4-х медвежат и точно знает, что нужно каждому из них. По голосам мы их уже определяем. Даже радионяня, когда работает, мы слышим, кто кричит и что он хочет. Либо ему некомфортно, он просто на мокрой пеленке лежит, свои дела сделал, либо ему прохладно, грелку забыли переключить. А когда хотят кушать, ну здесь весь поселок слышит. Впрочем, как медвежата едят, поселок тоже слышит. Они еще не привыкли к соске, рычать толком не умеют, поэтому пищат, прямо как дети. Все дело в том, что никакая молочная смесь не способна заменить медвежатам молоко матери. Но так уж вышло, что все четверо остались сиротами. В таком количестве беспризорников специалисты приюта винят бесснежную зиму. В конце февраля в лесах снега нет вообще. Медведям практически не из чего делать берлоги. При этом зимнюю спячку никто не отменял. Поэтому сонные звери становятся легкой добычей для охотников. Из-за того, что медведю сейчас нигде не спрятаться, не скрыться, он просто, грубо говоря, лежит под открытым небом, спит или не спит уже. Поэтому здесь даже, может, и человека нельзя винить, если он пошел на охоту за лосем, или за кабаном, или еще за кем-то, и наткнулся на медведя. Ну куда он денется от него? Я думаю, что некуда, особенно если это с самкой, еще и с медвежатами. Медвежат охотники, как правило, жалеют. Разными путями они оказываются в этом приюте в Ленинградской области. Яна, Жанна, Фунтика и Фантика подкинули люди из соседних сел. Клички им дали уже здесь. И то исключительно для учета. По именам к медведям не обращаются, и даже разговаривать при них запрещено. Исключение сделали только для журналистов, и то один раз, во время взвешивания. Сколько? Да, 680. Все дело в том, что медвежата не должны привыкать к людям. Ведь в отличие от других воспитанников приюта, к примеру, этих лис, пары рысей, и даже взрослого медведя по кличке Потапыч, этим новорожденным повезло. В приют они попали совсем маленькими, и скорее всего, ненадолго. К осени уже окрепших их выпустят домой, в лес. И в силу возраста у них есть все шансы адаптироваться в дикой природе. Максим Уразаев, Татьяна Гагаринова, Алексей Золотилов, Владимир Тихонов, 5 канал.